Не прислал свои фотографии, своих работ. Константин Вундер Пушкина, Московская область. Он, кстати, инженер-электронщик. И потом все-таки это надоело ему, и он взялся за бетон. Представляете, и вот человек инженер, а внутри у него художник сидит. И вот смотрите, он какие интересные работы делает. И деревья, и декоративную штукатурку любую. И у него свои технологии. Видите, он работы свои лакирует. Видать, краски там не такие стойкие. И вот этот, ну есть краски матовые, а есть глянцевые. Вот видать, матовые краски, которые лакируются, они превращаются в глянцевые. Ну и лак закрепляется, смотрите, создает такой блеск. И очень интересно, посмотрите, у него работы с такими тонкими ветками сделаны. Это очень сложно с бетона сделать тонкие ветки. То есть человек пытается усложнить. Ну, видать, это и склад характера. Не просто там бревна поделать, а сделать веточки. То есть это, ну, определенный подход. То есть видно где-то, вот и большие, и толстые бревна. Это будет барная стойка. И видно там в заднем плане, вот эти грунт идет такой фиолетовый, темно-фиолетовый. Ну, я так вижу. То есть, и потом пропись идет его. И получается такая своеобразная покраска, которая, ну, вот за счет вот этих нескольких цветов, и получается там сочная покраска. Ну, здесь он применил декоративную штукатурку. Такую, как бы назовем ее, евро. Ну, все-таки я бы какие-то углы выделял бы. Потому что глазу надо зеркала. Ну, цоколь, зеркало и цветовое. Там карниз, фриз. Ну, вот такой заказ был. И видно, что бежевый, понятный цвет. Ну, желательно бить ее, ну, не за там углы, как-то вот разным цветом еще отбивать. То есть, ну, должны быть колоды. Потому что так глазу тяжело, ну, зацепиться за такую большую площадь. Ну, вот факт, что это есть. И трещинки вон есть, и текстура какая-то, покраска есть. И самое интересное, очень, ну, у Константина есть много заказов. А вот это вообще великолепная работа. Смотрите, очень оригинальные, оформленные входная группа в какой-то магазин. То есть, это парапеты, это коммерческий заказ. Он по-любому великолепно смотрится. Пенечек, смотрите, тоже те же принципы. Лакировка принята. Ну, я так думаю, что это акриловые лаки. Ну, сложно сказать. Может, там мастер потом нам расскажет. Ну, вот видите, парапетик. Какой-то красный мелкий камень. И кора, которая сочетается с тем красным камнем. И темный парапет. Ну, и сучочки какие-то интересные. Кора, ну, я бы больше сделал корешочков таких. Потому что, ну, пень слишком круглый. Надо корни и корни делать. А так, кора интересные. Вот эти сучочки, желтый цвет. А здесь, видите, ну, Константин и зеленый цвет, и яркие цвета. То есть, ну, они не портят. И он их применяет. И темный, и коричневый, и бежевый. А это, я не пойму, то ли сауна, бассейн какой-то. Ну, что это? Или магазин какой-то. Не знаю, что за яма. Это, наверное, бассейн сложно не сказать. Описания нету. Но, видите, интересное помещение. И опять, вот такие заказы не каждому дают. То есть, вот Константин, значит, имеет определенный характер и обязательность, что ему доверяет работы, вот такие большие работы. Видите, фонтанчик здесь. Вот какая-то плитак, по которой стоки будут. Ну, опять, здесь, по-моему, этим надо, понятием, слишком замельчилось. Надо больше крупных камней, внезапных камней, пещеры, гроты. Можно было бы что-то сюда добавить. Может, цветники, как по бокам. Ну, можно было бы подмутить. И можно сюда даже натуральные камеры взять. Ну, видите, там водоемчик. Рядом водичка есть. Не знаю, есть рыба там или нет. Ну, вот достаточно сложный такой объект. Ну, грот с подпиткой. То есть, опять-то, здесь должны быть какие-то коммуникации. Ну, я рассчитываю, что это фонтан. Я так думаю, что уже водоем и фонтан, потому что вижу стоки какие-то. А вот мостик. На мостик обратите внимание. Потому что мостик – это коммерческий продукт. То есть, и там будут каркасы, технологии. Смотрите, видите, он, как инженер, легко разбирается. То есть, смотрите, уголочек сделаны, вот эти перильца сделаны. То есть, ну, вот он применяет вот такие вот технологии по мостику. И грамотно сделан каркас. И мостик – это коммерческий продукт, который можно применять. Видите, он из какой-то бочки сделал опалубку. Сейчас зальет бетоном. И то есть, это все просто технологично и грамотно сделано. Ну, по моим понятиям, очень толстые перила. Видите, они будут грузить. И вы знаете, вот у него внутри сделано, ну, я рассчитываю, что это тоже декоративный камень, штукатурка. Ну, вот сделанное под дорожку. То есть, это очень коммерческий тоже подход. Сделать дорожку, ну, вот, будем говорить, под декоративную. Но опять, здесь вот сложный белый шоу. Он рвет. Я бы его, наоборот, темнее делал бы. И сочетал. Белый цвет не сочетается ни с коричневым цветом. И желтый цвет. Он немножко рвет. Потому что, ну, опять здесь, может, перетирка идет. Как, будем говорить, назовем ее, там есть такая декоративная, будем, цемент декоративный. Он белый. Ну, вот, а здесь, я не знаю, темное смотрится, в принципе, нормально. Не знаю, почему здесь темное смотрится, там свет смотрится. Ну, вот, хороший мостик. Качественно сделано. Но очень тяжелые перила. Я бы их облегчал. Я потом скинул, наверное, в конце фотки мостиков. Но под этот, ну, очень грамотно здесь сделана конструкция. То есть, ну, мостик есть всегда мостик. Есть проблемы с мостиками. Потому что, если его короткий делать, он будет, ну, большой ты не сделаешь. А маленькие мостики перила будут грубить. То есть, это, ну, и... Вот один из первых моих мостиков. Это в Крыму я делал. Вот уже я так учился. Искал возможность, как его сделать интересным, не грубым. Чтоб он не давил. Ну, у каждого мостика есть свои задачи. Вот этот мостик с большими перилами. Видать, здесь глыбоко. Чтобы не дети не утонули, цепочки притянуты. Это работа моего друга Юры Спиридона. Ну, вот такое решение. Это, смотрите, вообще непонятно. Накручено, наверчено. Ну, вот такой вот фэнтезийный мостик. С пеньками. Смотрите, с мостиком. Здесь не глыбоко. А это вот такие столики. Там лавочки можно тоже делать где-то около мостиков. Там в каком-то садке. Вот такие вот мебель. А это я вам показываю. Смотрите, вот так делается фонтан. Это, ну, вот каркас. Сетка обтянута. Видите, на стенке уже натуральный камень. Или вот, ну, видите, сделано вылитый. Это в помещении сделано. В помещении делает фонтанный грот. Вот это очень тонкая работа. Столько в мороке, что, ну, очень, надо большую квалификацию. Брат, чтобы вот эту чистоту такую сделала. Это, ну, хороший мастер. Ну, это не моя работа. Ну, есть такие фотографии, я вам их показываю. Вот так они выглядят. А вот это, вот смотрите, такой эскизный проект. По нему делался вот этот фонтан. Ну, вот я хочу вам показать еще вот такой вот эскизик под фонтаны. Камни, сток, арочка сделана. Ну, такой эконом-класс, вот такая обыкновенная наработка. Тоже не знаю, как эти эскизы ко мне попали, но не есть эскиз. А вот эти эскизы мне нравятся. Вот я, вот такое бревна там, какие-то вот фэнтезийные такие работы. Мне это нравится. Тоже не знаю, как эти эскизные такие работы. Тоже не знаю, как эти эскизные такие работы.